Приветствую, с вами Сергей Гудков и сегодня мы продолжаем тему коммуникации. Что важно? Если мы посмотрим с точки зрения НЛП на организацию одного человека, есть понятие логических уровней. То есть логические уровни это то, что выстроено в некую последовательность, есть иерархия и то, что находится на уровне выше или более важном, более главном, но во многом определяет то, что находится на ниже лежачих уровнях. И уровни, условно говоря, более низшие, более заметны для непосредственного наблюдения. То, что находится вверху, меньше всего подается наблюдению. То есть это то, о чем мы можем делать выводы только по совокупности каких-то признаков. Что находится в самом низу этой логической пирамиды? Это поведение, о котором я уже говорил, это эмоции. То есть мы можем точно видеть, что человек делает, какие эмоции проявляет. Особенно, если мы калибруем, если у нас есть внимательность. Когда мы открываем уши, глаза и смотрим на то, что происходит, вместо того, чтобы быть в собственных фантазиях. Что находится глубже или выше, то, что уже не так сразу видно. Это способности, еще более глубоко и еще более важны ценности. И вот на самом верху этой пирамиды ценностей находится идентичность. То есть это определение вообще, кто я такой, как уникальное существо в этом мире. И возвращаясь к теме коммуникации, когда мы общаемся на этих уровнях, говорим про поведение, про свои чувства, если можно, называем чувства другого человека, мы часто попадаем довольно точно. Как только мы начинаем двигаться вверх, во-первых, мы можем нападать на что-то очень ценное человеку, человек начинает яростно это защищать. Это раз. Во-вторых, мы можем с чем-то не совпасть, мы можем просто не угадать, сделать неверный вывод. Человек тоже будет либо защищаться, либо нападать, либо он будет прерывать коммуникацию. И особенно сильно это сопротивление проявляется, когда мы обращаемся к высоким уровням. Особенно к уровню идентичности. Вот, кстати, как это происходит в реальной жизни, в коммуникации с детьми. Если ребенок сделал какой-то неловкий жест, например, потянулся, рассыпал сахар. Одно дело сказать, ты рассыпал сахар. Другое дело сказать, у тебя руки вообще растут не из того места, никогда у тебя ничего хорошо не получается. То есть мы вроде бы говорим об одном и том же, но обращаемся уже к разным уровням. И совсем неудачно будет сказать, что ты какой-то недоделанный, то есть это уже определение личности, точка. Это как приговор. И если родители повторяют это 5, 10, 25, 500 раз, для ребенка это становится настоящим гипнотическим внушением. И ребенок действительно выстраивает свою жизнь, исходя из этого определения. И вот это вот определение, кто я такой, начинает влиять на все остальное. И потом действительно всю жизнь так живет, и вот это вот определение реализует. Поэтому как правильно по отношению к детям? То же самое. Мы говорим о поведении. Мы говорим, что, допустим, как родители. Расстроился из-за того, что ты был таким неловким или невнимательным. Исправь, пожалуйста. То есть мы опять обращаемся на уровень поведения. Деловую коммуникацию, особенно с сотрудниками. Если мы говорим, что вы это не сделали, это одно. Я из-за этого расстроен, разозлен. Будут последствия, например, в виде депримирования. Это одно дело. А если мы нападаем на них и сразу говорим, вы лентяи, лодери, сволочи и так далее, бездельники. Даже если они не будут прямо возражать, внутри возникает очень много протеста, очень много чувств. И естественно, это будет вашу коммуникацию портить. Поэтому нижележащие уровни – это основа коммуникации. С вами был Сергей Гудков. И мы продолжим эту тему. Так что подписывайтесь на канал. Рекомендуйте его другим. И до связи. Пока. Рекомендуйте его.